слава украине привет всем от полонского после бавовны в бердянске помним да пару дней назад туда очень хорошо бавовна на каждый день но вот такие экстремальные бавовны аля аля вот макеевка они не часто бывают вот недавно было в бердянске это уже несколько дней назад но я думаю уже об этом все рассказывали и ничего нового там нет там где-то до 100 расистов было у контрапуплена в одном месте то же самое они как обычно сконцентрировали туда только хаймерсом шлепнула или беспилотником не знаю чем но короче говоря бабах получился отменный расисты у контрапуплены да так вот вчера была мелитопольская бавовна вот это была красота просто причем она знаете она была сразу в нескольких моментах и под разными соусами это было на аэродроме то есть там попала в очередной раз надо сказать честно что расисты его больше как аэродром не используют он используется скорее как склад для хранения различной техники и боеприпасов после чего конечно там происходили взрывы еще дополнительно туда прилетела а потом там все бабахкало то что там должно бабахать потому что понятно что были взрывы была детонация боеприпасов которые там находились это началось прилет был по району железнодорожной станции опять-таки там расисты личный состав у них там опять-таки боекомплект все как всегда прилетело туда тоже самое бабахкало и поселок мирный где опять был прилет на сказать что прилеты там постоянно бывают и расисты с маниакальным упорством завозят туда новый боекомплект новый личный состав а их там как говорится уже и кондропупят и там же в мирном говорят что это еще не точно но говорят что был ликвидирован один из коллаборантов один из коллаборантов причем такой вообще странная коллаборация в данной ситуации была потому что он когда-то даже служил в ссу этот человек и его отец воин на то но вот говорят что когда я фамилию намеренно не называю к пока не будет подтверждение говорят что когда пришли русские он вот счел счел для себя возможным придать и вот за что и поплатился то есть погонок пока не буду назвать фамилию говорю пока не будет подтверждение официального но в общем-то говорят на 90 процентов так то есть мы видим что по мелитополю наши активно работают и вообще у них там в мелитополе какая-то у расистов какая-то просто фирменная паника они людей заставляют массово абсолютно это бессмысленно делать кстати массово получать расистские паспорта то есть угрожают им оставить их ну начиная того что обрезать им газ заканчивая тем что газ этот будет некуда подавать потому что им их оставить без квартир без домов и так далее и так далее без пенсии без всего из работы уволят бизнес закроет то есть вынуждают насильно получить российско-фашистский паспорт как вам такой паспорт который вот такими вот образом вот таким вот звериным образом надо бы ну вынуждать человека получать но это как знаете это как получить российский паспорт это как сказать предложить обмазать самого себя дерьмо где найденным где-то на улице там подворотне но кто по доброй воле будет это делать кроме совершенно уже отморозков ничего вернем мариуполь тоже вернем мелитополь это все все эти паспорта полетят в мусорку сделаем из них такое красивое аутодофе будут красиво гореть но не долго слава украине